Я тебя люблю. Ты замечательный друг. Я очень надеюсь на встречу. Говорить без слов о чувствах можно с помощью цветов. А чтобы не ошибиться с выбором, наши эксперты помогут понять язык цветов и разгадать их тайные знаки. Мы можем подарить человеку ландыш, предложение дружбы. Мы можем подарить человеку орхидею и сказав, вы великолепная, восхищаюсь вами. Мы можем подарить белую лилию, сказав о том, что вы прекрасно и невинны. Желтые тюльпаны, воспетые в песне Наташи Королевой, цветы. В общем-то, с таким цветом можно быть осторожным, но в зависимости от ситуации, в которой мы находимся. Опять-таки, на языке цветов, на селами мы тюльпан припросят, скажем, как ты прекрасна. Ландыши, незабудки, луговые, полевые композиции. Такие изящные и благородные букеты подружатся с юными леди. Букет округлой формы, классический вариант для дамы, который подойдет для будничной обстановки, для молодой девушки. Можно сказать о том, что очень нежное чувство. Женщинам старшего возраста подойдут более объемные и длинностебельные. Не стоит дарить цветы белой окраске, например, душистой лилии. В нарциссе цветы очень красивые, с тонким нежным ароматом, но в то же время тоже можно неверно быть истолкованным, когда мы преподносим такой букет. Потому что есть некоторые дамы, которые говорят, я что, похожа на нарцисс? Ну, орхидея великолепна, роза розовая, очень приятное, нежное чувство. То есть, в общем-то, этот букет адресован даме, которые восхищаются. Мужчинам тоже дарят цветы, обычно крупные и на высоком стебле. Чаще всего в особо мужского пола чествуют букетами цветов в особых случаях. День рождения, юбилей, празднование определенной даты или события. Очень красивый, роскошный букет для джентльмена. Действительно, будет выглядеть очень элегантно, достойно. В мужской руке будет смотреться великолепно. Такой цветок дарили победителям в турнирах. Язык и символика – неразлучный тандем, который обязательно нужно учесть при выборе цветочек. Но не стоит забывать и о мероприятии, которые мы собираемся посетить. И об индивидуальных предпочтениях одариваемого. Например, навещая больного, не следует приносить цветы белых расцветок, так как они будут сливаться с больничным интерьером. А сильно пахнущие растения могут раздражать своим насыщенным ароматом. В данном случае подойдут букеты нежных, кремовых, розовых оттенков. Выписываясь из больницы, букет забирать с собой не стоит. Есть разные культуры и разные традиции дарения цветов. И какие-то культуры могут просто не очень хорошо истолковать наше искреннее стремление сделать приятное. Например, японцам лучше не дарить цветы белого цвета, потому что в их культуре этот цвет символизирует смерть. С французами, итальянцами, например, аккуратно нам нужно быть с хризантемами и астрами. Упаковка. Если она дополняет букет и придает законченность, значит в таком виде букет можно отправлять в вазу. От дежурной упаковки перед вручением следует избавиться. В случае, если вы посылаете букет курьером, не забудьте о записке, которая послужит фирменной подписью под цветочным комплиментом. Получать цветы всегда приятно, но грамотно подобранный букет может послужить не только хорошим подарком, но и поводом признаться в ваших чувствах. Мария Кронда, Тамер Малак, Утро, студия. Хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин